всем добрый день сегодня я начинаю влог по теме разведения кур разведение и содержание тема конечно такая животрепещущая для многих так как я сама не опытный птицевод я еще новичок только в этом деле поэтому будем учиться с вами все вместе сегодня поговорим о том какую пропойку я решила использовать для своих цыплят если открыть интернет то там очень много различных вариантов и пропойка бройлеров и пропойка цыплят и индюшат и мы конкретно остановимся на пропойке обычных кур несушек так как очень много было вариантов различных всевозможных и вообще на юге без пропойки не обойтись потому что здесь очень много различных заболеваний очень много паразитов ввиду благоприятного климата то поэтому все таки этим я решила воспользоваться пропойкой и из всех я выбрала один способ способ который посоветовал птицевод с огромным стажем несколько десятков лет поэтому я решила довериться именно этому рецепту вчера начали вылупляться мои цыпляшки маленькие сейчас я вам их покажу вообще сам процесс вылупления это очень интересно за этим интересно очень наблюдать вот так вот появляется новая маленькая жизнь давай малыш давай старайся тяжело видно сколько нужно селенок чтобы расколоть эту скорлупу с всех сторон ее расколоть и потом из нее выбраться бедные мои малышки маленькие все почти вылез давай зайти вот вот тут веночки вот давай давай малыш давай малыш давай давай маленький старайся ты мой хороший ты мой маленький господи какие они похотные ну совсем малюзкие давай давай малыш давай ну давай давай еще чуть чуть осталась лапонька моя ладно пусть вылезает скруинга бодер а то мой еще замерзнет ну ладно давай чуть чуть помогло вот так вот давай давай все закрывая я лапшек отдельно потом поговорим с вами про инкубацию в этот раз у меня благопробная партия поэтому я на этом останавливаться не стала в дальнейшем скором времени я собираюсь купить яйца породистых кур на инкубацию и тогда конкретно уже мы поговорим именно на тему инкубирование яиц еще раз повторяю что я начинающий птицевод я только учусь и этот влог я хочу посетить таким же начинающим птицеводом возможно кто-то посмотрит уже более опытный даст свои советы которые конечно в дальнейшем пригодятся я хочу просто на своем примере показывать что как и зачем я делаю ну и следовательно объяснять каждое свое действие почему именно это они то чтобы в дальнейшем потом сказали а вот так вот делать не надо тут вот я ошиблась так начнем значит пропойка цыплят из первых суток значит на литр кипятка именно кипятка берется одна таблетка фурацелина обычного который продается в аптеке одна таблетка тетрациклина тоже продается в обычной человеческой аптеке один грамм аскорбиновой кислоты я взяла аскорутин так как одна таблетка содержит 50 миллиграммов аскорбинки то я скинула две таблетки развела всегда и всем понятно что добавляется марганцовка при пропойке для улучшения пищеварения для очистки кишечника всего лишь на литр воды пару кристалликов этого препарата затем когда вода остыла до комнатной температуры ложится одна столовая ложка без горки меда так как цыплятам глюкоза необходимо впервые несколько суток и раствор этой комнатной температуры дается цыплятам течение пяти семи суток и так течение пяти месяцев до пяти месяцев почти до полугода можно пропаивать через каждые 25 суток то есть 5 дней пропаили 25 дней перерыв один раз в неделю дается раствор марганцовки слабенький розовый раствор что еще я хотела сказать сегодня цыплята вроде как вылупляются здоровенькие так как у нас курочки переболели все таки нас задел птичий гриб и курочки мои переболели но я очень много почитала на эту тематику и консультации очень много получила различных также и подписчики мне помогали за что спасибо вам большое сначала я боялась и думала что не стоит от этих курсов водить цыплят но потом все-таки пришла к выводу что наоборот стоит потому что эти цыплята которые у меня уже вылупились они несут в себе пассивный иммунитет что такое иммунитет и рассказывать не буду каждый может открыть в кипятиве и прочитать в общем-то если не знает ну так все мы знаем что иммунитет это устойчивость к различным заболеваниям когда иммунная система борется с различными болячками так что эти особи у меня уже будут можно сказать что привиты этот иммунитет надеюсь что у них укрепиться и в дальнейшем он им поможет к тому что если не дай бог какая-то опять случится у нас такая вот неприятность цыплята уже не начнется у них падешь организм будет бороться сейчас я вам покажу своих цепочек ну и на этом наверное всем пока следующее видео на эту тему я сниму уже через после того как пропою именно этим раствором так стоп я еще забыла сказать про кормление самое главное конечно кроме пропойки это кормление цыплян кто-то просто кормит одним комбик кормом стартовым стартовые есть как для бройлеров так и для обычных курочек но так же для других видов птицы мы купили конечно обычный стартовый корм для обычных кур этот корм я смешала также по совету того же самого птицевода смешала значит 50 процентов дробленой кукурузы 40 процентов этого комбикорма стартового и 10 процентов то есть совсем малая часть я добавила дробленого и чмня можно если нет и чмня можно добавить пшеницу ну тут уже каждый на свое усмотрение я вот буду пробовать именно вот таким способом выкармливать и выпаивать цыпляток своих поэтому смотрите всем удачи всем пока до скорых встреч вот такие вот малыши у меня уже наболуплялись тихий час все попилки перевозились кто где спит кто где разбрелись такой вот ящик только сколотил из фанеры закрыла сверху тканью было не холодно малышам лампочка у них горит в корме и питье стоит все пока еще уже не под лампочкой конечно вот такая кучка в основном почему-то белые получились цыплятки главный костяк это белые но это у белых всех оприходовал курочек как следует вот такие вот малыши малышки ой вы чудики маленький улыб где там спрятался спрятался и сидит вот это вот только вот родились вот новорожденные и кому-то несколько часов кому-то самому старшему уже скоро будут сутки самому главному эй звездюк ты где сейчас плохо реагирует но обычно он очень хорошо реагирует на мой голос что-то там клюет вот этот вот самый самый шустрый вчера принял меня за мамку на голос на мой очень сильно реагировал на другие голоса внимания особого не обращал но очень интересный такой интересно вообще за ними наблюдать этот желтый вообще был как желток голова только желтый причем ни одного рыжего нету хотя большая часть кур у меня рыжие там спит вообще распластался спит не разбудишь ой ты лапоньки ой вы лапоньки подстилку я пилот постелила не знаю может быть и зря как бы не наклевались они этого опилку и стёти 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 такие вот у нас малышей карандаши но это ещё не все ещё там лежат в инкубаторе выклёвываются это только начало пока пробная партия тоже и кушают отлично вот молодцы вот так вот так Продолжение следует...